Привет, друзья! Доброе утро из Дачной Купавны! Для тех, кто заглянул впервые, это ближнее Подмосковье, берег Бисеровского озера. Вон за тем лесочком в пяти минутах ходьбы озеро Бисерово или Бисеровское озеро. Очень красивое. Это реликтовое озеро. Сегодня, наконец-то, жара спала. Сад у нас зарастает, уже зарос. Если действительно не будет жары, будем работать в саду. Очень много дел. Вот так вот у нас огурцы тут растут. Вот уже свисают. Решили мы их поднять. Отцветшие цветы убрать давно. Несколько дней уже не убирала. Ну, невозможно было работать на жаре. Вот, сегодня поработаем. Сколько успеем, столько сделаем. Тут вот виноград. Это у нас белый виноград. Вон, смотрите, какие гроздья. Урожай будет, поэтому надо обстричь его. Ну, а пока, пока у меня утренний обход такой быстрый будет, и отвечу на некоторые вопросы. Да, кстати, у меня спрашивали, как виноград, который вам подарила в деревне Валя. Это в прошлом году, друзья. Вот он. Видите? Хорошо, что не вытащила эту палку, не выкинула. Вот так вот лоза пошла. Молодец. Так что виноград жив. Ну, ладно, хоть так. Вот мне срочно я куст тут весь обкорнала, чтобы он не закрывал этот виноград. Так, и ещё один частый вопрос. Мне пишут, что ходят упорные слухи, что YouTube закроют. Галина, где вас найти? Ну, уже слухи такие были. Прям не хочется верить даже им. Ну, кто знает, чем чёрт не шутит. А вдруг и правда. В принципе, и сейчас вы меня можете найти на Дзене. Вот, когда первый раз была угроза закрытия YouTube, я тогда как открыла страничку на Дзене, канал на Дзене, так его с тех пор и веду. Ну, и Telegram. Ссылки размещу под этим роликом в описании и в первом закреплённом комментарии. Приходите, подписывайтесь. Буду рада. Ну, всё-таки давайте вместе будем надеяться, что всё будет нормально с YouTube, что не закроют. Ещё один часто встречающийся вопрос. Сколько соток у вас? Очень большой сад. Когда отвечаю, что 8 соток, некоторые не верят. Пишут, не может быть. Знаете, почему кажется, что больше? Потому что вот забор с этой стороны есть, а с той стороны, видите, там тоже есть забор, но рабица. Вон, видите, дом стоит. Это соседский участок. Вот там вот он. Вот из-за того, что нет забора, кажется, что участок больше, я думаю. Ну, и ещё вопрос. А у вас СНТ сколько взнос ваш составляет, если не секрет? Да нет, не секрет. В этом году 2,5 тысячи за сутку. За год. Ну вот, тут Серёжа у нас уже начал работать, пока я хожу. Так, обкорнали здесь кабачок, и вот решили сделать хорошо и красиво огурцам. А то они у нас уже по земле и стелятся. Вот. Дать волю огурчикам, чтобы их побольше было. А кабачков у нас и в другом месте много. Отлично. А куда? Не, мне кажется, не надо. Этой палки достаточно, кажется. Достаточно, достаточно. Ну что ж, начинаем работать. Серёжа уже поднимает огурцы. Вовсю работает. Ну и я пошла тоже работать. Синецкий Путин В человеке от Бога Ни нос, ни глаза, Ни вселенская вера в добро. В человеке от Бога Ухоженный сад Первых яблочек с горкой ведро. В человеке от Бога Ухоженный сад Первых яблочек с горкой ведро. В человеке от Бога, бродячего пса, Поворчав, повздыхав, вновь пустить, В одинокость свою, пса за ухом чесать, Разговоры неспешно вести. В одинокость свою, пса за ухом чесать, Разговоры неспешно вести. Что лохматый, так значится, будем вдвоем Коротать некороткую жизнь, Будем слушать зимой, как завьюженный дом, Над заснеженной ночью кружит. Будем слушать вдвоем, как завьюженный дом, Над заснеженной ночью кружит. Сад пополним весной, обещался сосед, И на грота его мать сидит. В человеке от Бога немного совсем, Но хватает, чтоб Бога спасти. В человеке от Бога немного совсем, Но хватает, чтоб Бога спасти. Где там, говоришь, говоришь? А? Где, говоришь? А, вон там. Там, в воздухе. Да-да-да, вижу. Так, а тут у нас... Мы сегодня снова с тобой попробуем помидоры. Видишь? И с этой стороны, вот. И слева тоже есть, да? Хорошо. Я думаю, может быть, от тыквы тоже убрать. Марина, кстати, мне написала, Что толку не будет от нее в теплице. У нас же на улице есть тыква. Здесь толку воткнуть. Где воткнуть? Здесь. Вот это воткнуть. А, ну воткни, как нужно. Как нужно, так и сделай. Ну вот. Дождь наш загнал под крышу. Вот такой пошел. Не успели сделать все, что задумали. Ну, кое-что почистили. Вот видите? О! Один цветочек отсветший остался у хостыни. Не заметила. Ну, уже я под дождем уже последний. Видите, какой дождь? Ну, и наши болотцы. Вот. Как и не успела тоже. Хотела вытащить вот то растение. И вот это вот болотное тут выросло. Но цветет. Красиво цветет. Сережа велосипед. Подогнался уже под крышу. Пусть отдохнет. Уработалась Сережина лошадочка. Да, еще были вопросы о велосипеде. На сегодня не планировала. Но так как дождь прервал наши дела, то отвечу на ваши вопросы о велосипеде. Спрашиваете, нравится ли велосипед? Еще как нравится. Классный, классный, классный. Нам понравился. Стал настоящим помощником. Сережа ездит и в пятерочку теперь на этом велосипеде. И за водой сразу семь пятилитровых бутылей привозят. Можно и побольше, но чтобы не теснить их. Вот, по семь он возит. И мусор выкидывает, тоже ездит на этом велосипеде. Куда мы не ездили, еще на прогулку. Потому что некогда было совершенно. Но и прошло-то всего несколько дней еще, как у нас появился этот велосипед. Так, про цену спрашивали. Наш велосипед 27 с небольшим. А вот когда у меня спросили, я заглянула на Валберес. Дешевле. Я несколько раз уже заглядывала на сайт, чтобы ответить на комментарии о цене. И каждый раз цена разнится. Не знаю, от чего она зависит. Может быть, вы знаете. Возможно, от курса доллара. Поэтому, чтобы поточнее узнать, друзья, сами заглядывайте, следите за ценой, кто хочет купить. Называется трехколесный велосипед для взрослых Трайк Байк. Ну, во всяком случае, так написано у нас на упаковке. Ну и как? Удобно? Вот. Точно? Это хорошо. Теперь, Серёж, ни машину не надо заводить, ни тележку не надо. О, какой сильный горш пошёл. Ну, ладно. Пойдём обедать. Время всё равно уже. Отобеду. Опа, да. Опа, да. Время всё равно. Идем обедать. Сережа выезжает в Москву на шахматный турнир. Все, ни пуха, ни пера. Все, ни пуха. Все, ни пуха.